самое актуальное что только может быть в данный момент это снегоуборщики что они себя представляют и чем отличаются друг от друга как выглядит запуск от сети и от электростартера дороги сгребали снег так ну меньше слов больше дела надо же показать как они работают друзья всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель мы продолжаем нашу серию материалов о садовой технике его line и сейчас вот самое актуальное что только может быть в данный момент это снегоуборщики вот здесь у нас представлена сейчас часть ассортимента более того даже не всего ассортимента это часть линейки которую его line носит название стандарт стандарт это базовая линейка снегоуборщиков здесь шесть моделей всего линейка состоит из 9 мы взяли 6 весь ассортимент по ширине захвата скажем так здесь представлен а вот три старшие модели у каждой из них есть свой так сказать брат-близнец с другим шоссе то есть это гусеничная модель есть аналогичная колесная следующая колесная есть программе аналогичная гусеничная и там старше 760 гусеничная есть такая же колесная машина эти вот они полностью сами по себе без дублирования коротко о том что такое его line это российский бренд заказывают продукцию в китае на премиальных заводах то есть тех которые специализируются на чем-то вот на определенном виде продукции какой-то и делают ее лучше всех то есть это двойка но максимум наверное тройка лучших китайских производителей в данном виде техники ну давайте пройдемся по всем этим машинам расскажем что они из себя представляют и чем отличаются друг от друга вот самая простая самая базовая модель sbg 560 ширина захвата 56 сантиметров а двигатель здесь стоит не зимний универсальный двигатель зонтшин все машины с двигателями зонтшин но отличаются мощностью исполнением здесь универсальный двигатель у следующей модели такой же универсальный дальше сплошняком зимние двигатели шесть с половиной лошадиных сил 5 передач вперед 2 назад а фрикционная трансмиссия она у всех здесь такая и общем то то есть это самая простая машинка во всей этой серии регулировка выброса с панели регулировка дальности выброса угла наклона отсюда вот этот козырек надо вручную переставлять запуск только ручной следующая машина sbg 560 и все то же самое отличается тем что есть электростартер на 220 вольт от розетки и фара в остальном один в один такая чуть дороже но чуть более удобная эксплуатация но заводится они вручную надо сказать следующая модель sbg 620 и и вот здесь уже интересно потому что во первых здесь очень богатое оснащение как ни странно для серии стандарт но здесь есть фара 10 подогрев рукояток дальше на всех моделях есть подогрев рукояток вот это очень приятно регулировка здесь уже вся с панели оператора то есть и дальность меняется прямо отсюда здесь везде дальше есть блокировка рукояток взаимная то есть я могу включить ход и шнеки а потом рука которая включает шнеки свободно я могу прямо в процессе движения настраивать менять дальность направление выброса это удобно двигателя начиная с этой модели везде зимний тот тот же самый производитель зонтшин но двигатели зимние они отличаются принципиально это даже литье другое у зимних двигателей менее менее развитое орибрение цилиндра чтобы они не так сильно охлаждались у них по-другому организовано управление вот везде есть электростартер сетевой и ручной запуск вот конкретно эта машина 620 и следующих 660 они с движками на 7 лошадиных сил уже захватывают у них 62 и 66 сантиметров соответственно 660 есть аналогичная колесная машина здесь и это гусеничная на гусеницах есть такая же на колесах у гусеничных машин у всех есть механизм регулировки угла наклона ковша то есть если колесный например вот покажу показываю он очень легко меняется угол наклон нажал на рукоятке ковш задрался и можно ехать скажем так не надо переехать то с гусеничным тут но это посложнее существенно поэтому здесь есть такой вот механизм вот сейчас транспортное положение ковш приподнять если вот он да если мне надо убирать скажем так не очень плотный снег такой средний то я ставлю рычаг в среднее положение ковш встает ровно если мне надо убирать совсем вот какие-то сугробы когда будут вырезаться в них ты перевожу его вниз вот он сейчас не идет на гусеницы приподнять то есть ковш наклонен еще ниже и он будет продирать прямо до основания но вот здесь для работы я думаю мне вполне хватит и среднего положения sbg 700 я и sbg 760 ты здесь двигатели уже на 15 лошадиных сил здесь захват 70 76 сантиметров соответственно такая же панель управления с регулировкой полностью с места с подогревом рукояток и тоже есть вариант колесная и гусеничная вот то есть к это есть гусеничная как это есть такая же машина колесная вот это скажем так топовая модель в линейке зонкшн серии стандарт разница от предыдущих то что более мощный двигатель а пошире захват в остальном в общем-то разницы нет потому что управление ровно такое же самое в плане комфорта скажем так линейка хоть и называется стандарт но она ну почти все включено достаточно богато здесь разве что нет электростартера от ключа это видимо появится в премиуме о линейке премиума будет следующий материал это следующие здесь рассматриваем пока только стандарт так ну меньше слов больше дела надо же показать как они работают вот у нас здесь снег он примерно так сантиметров где-то наверно 40 уже насыпал он выше сапога он более-менее рыхлый то есть он не промораживался еще не было оттепелей он более-менее такой рыхлый в принципе вот эту площадку мы расчищали самой маленькой машинкой она здесь справлялась прекрасно вот сейчас мы делаем следующее мы попробуем сначала проверим на какой передаче каждая машина идет в этом снегу не захлебываясь то есть понятно что я уже посмотрел 1 на 1 560 идет пойдет ли она на 2 или нет посмотрим подберем передачу который скажем так максимальная скорость рабочая здесь в этих условиях а потом сделаем так по минуте каждая машина отработает мы замерим какую полосу она пройдет по длине за это время и потом попробуем оценить производительность там в квадратных метров например вот для одинаковых условий условия одинаковы поэтому друг с другом эти машины сравнивать будет вполне корректно ну и вот будет видно насколько они отличаются и потом здесь есть то что дорожники сгребли с дороги в стороны вот такие вот наваленные кучи опять же они еще не проморожены поэтому они в принципе поддаются уборки снегоуборщика нормально ну и посмотрим как эти машины справляются с такими кучи на это тоже актуальная проблема скажем так для всех как выглядит запуск от сети и от электростартера все переключатели в положение запуска как положено только не надо дергать шнур подключил воля все все просто все легко все работает ну погнали 560 посмотрим как она будет работать Я бы сказал так, на вторую уже конкретно подбуксовывает, поэтому для нее считаем, что первая передача в данном случае максимальная рабочая. 560E проверять даже не будем, это такая же модель, разница только в электростартере и фаре. Для нее тоже считаем первая передача рабочая, а вот 620-ю проверим. Продолжение следует... Здесь я бы тоже сказал, что первая рабочая, хотя на вторую идет более уверенно, чем 560-я, скажем так. Но подбуксовывает тоже, то есть в нормальной эксплуатации я бы поставил первую и на вторую бы не стал переходить, чтобы не перемешивать все это дело. Здесь внизу грунтовка обычная, поэтому, скажем так, это не тот грунт, который дает хорошее сцепление. На нем буксовать будет, скорее всего, сильнее, чем, скажем, на асфальте. 660-я гусеничная. И вот здесь у меня есть подозрение, что это может более эффективно пойти не только на первой, но и на большей скорости. Посмотрим сейчас. Здесь можно поставить вторую. На вторую идет, чувствуется, что нагрузка серьезная на двигатель, но на вторую идет вполне так уверенно. На третью уже близко к тому, чтобы заглохнуть. Здесь поставим рабочую вторую. Вот что у гусеничных удобно, подкурковые переключатели, то есть притормаживаешь одну из гусениц и машина сама поворачивает. Здесь маневрировать очень легко. На колесных такой проблемы нет, там дифференциал, колеса легко разблокируются сами, а вот с гусеничными прямо удобно, если честно. 700-я колесная. Фальстарт, я ей сразу поставил третью передачу, думаю, что это она так бодро скачет. На третью была, придется перемерить. Продолжение следует... Я бы сказал, что здесь четвертая. На четвертой, ну вот чувствуется нагрузка на двигатель серьезная, комфортнее работать на третьей. Но если мы хотим оценить максимальную производительность, то, наверное, честно будет ставить четвертую, на ней она идет вполне так бодро. 760 гусеничная, вот, кстати, двигатели достаточно легко заводятся даже вручную. Ну, после длительного простоя, конечно, удобнее в гараже заводить от электростартера, но вот так вот где-то, где убираешь, то есть каждый раз не придется бегать и тащить провод, вручную вполне нормально. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Она нормально тянет на четвертой. Я сейчас просто ради эксперимента поставлю пятую. Выгоню сначала и попробую на пятой. Все-таки четвертая на пятой это уже совсем издевательство, даже гусеничная буксует. Итак, 560 и 620 первая передача рабочая, 660 она уже на второй нормально тянет, а старшие модели на четвертой. Вот так мы попробуем. Сейчас по минуте работаем каждой и смотрим, в какой длины полосу успеем расчистить за минуту. Погнали. 560 прошла за минуту 10 метров. Потом посчитаем площадь и все остальное прочее. 560 е, такая же, как предыдущая, но с электростартером и фарой. Так, ну те же самые 10 метров, то есть все в порядке. Одинаковые двигатели, одинаковые механизмы, одинаковый результат. Все как должно быть. Окей. 620, ее мы тоже договорились на первой передаче проверять. Погнали. 620-я неожиданно пробежала 16 метров. Я думал, что у нее будет примерно те же самые 10, потому что мощность чуть выше, чем у той, чем у 560-х. Но и ширина ковша чуть выше. Удельная мощность должна быть сопоставимая. Оказывается, производительность у нее выше даже за счет скорости. Ну и удобство работы за счет вот этой вот совершенно другой панели управления, оно отличается очень кардинально. Мне вот лично особенно нравится подогрев рукояток. Прямо приятно. 660-я, она пойдет на третьей передаче. Она гусеничная, ковш в среднем положении. Погнали. И все-таки здесь снег, видимо, чуть отличается от того. Третья как-то видно, что великовата. Поставим вторую. 660-ю я в итоге переключил на первую передачу, потому что даже на вторую чувствовалось, что двигатель постарается заглохнуть. Снег, видимо, отличается от той части, где мы начинали. У гусеничной преимущества все-таки не вот в этой вот бешеной производительности, а в тяге. Попробуем потом показать там, где нагреблись дороги, снег, дорожники. Вот там она должна себя проявить вообще прямо в полной красоте. Потому что у нее плюс не скорость высокая, а именно вот высокая тяга, она идет очень легко. Она продавливает даже плотный снег там, где колесные начинают буксовать, и их приходится подталкивать. 700-я колесная и четвертая передача. 700-й на четвертой передаче прошел 15 метров. Если честно, вот как-то после гусеничного колесный уже кажется не таким комфортным в работе. Гусеничный-то помягче идет. 760-й гусеничная четвертая передача. Субтитры делал DimaTorzok 13 метров думаю что мог бы выйти на 15 тут в нескольких местах подзатыкался упирался ковшом в бугры потому что почва очень неровная но примерно сопоставимо скажем так 700 захват пошире производительность будет повыше но идет удобнее просто на гусеничный не надо наваливаться на рукоятке у гусеничного тяга бешеный он претут как бы просто так и последний этап попробуем как пойдет вот здесь вот сюда нагребали с дороги сгребали снег и здесь вот такой вот как раз завал но он не перемороженный опять же то есть не было оттепелей посмотрим справятся ли они с этим то есть эта ситуация когда вам въезд проезд к дому от дороги перекрыли прошла машина или трактор на гребли ведь надо убирать вот она имитация этой ситуации посмотрим самая младшая модель 560 1 передача это называется справилась исправилась очень уверенно здесь вот где-то через полметра после начала была самая тяжелая дальше уже пошел снег который не трогали вот он вал здесь рядом проходит и даже младшая модель с таким перемешанным снегом справляется сейчас просто ради эксперимента поставим возьмем 660 гусеничный для сравнения и посмотрим как эту кучу возьмет гусеничная машина ковш поставлю самое нижнее положение чтобы например вгрызалась вниз может быть и даже избыточно будет мы сейчас посмотрим просто сравнить как ведут себя гусеничная и колесная ну в одинаковый такой достаточно тяжелой ситуации учетки нагрузка большая и вот оно преимущество о котором говорили раньше гусеничных перед колес нами они может быть идут медленнее но они идут очень абсолютно уверенно я мог вторую руку отпустить спокойно совершенно и хоть чай пить пока вот первого здесь она просто вгрызлась вот в это вот все и пошла так как спокойненько ровненько уверенно колесным есть пришлось немножко подкачает так чтобы она просто на ковшом ковшом упирается края ковша упираются в плотный снег есть снегоуборщик не способен его продавить то он начинает буксовать у этой тяга гораздо больше она продавливает она прорезает ковшом плотный снег более плотный чем колесная вот в этом то прелесть гусеничных машины заключается а и так результаты сравнения по производительности 560 и 560 и 5 и 6 квадратных метров ну пять с половиной условно говоря квадратных метров расчистили 620 9 3 десятых примерно 9 то есть она рванула прямо вперед 660 примерно шесть с половиной она под отстала она гусеничная 700 10 с половиной квадратных метров и 760 10 квадратных метров то есть опять гусеничная чуть-чуть отстаёт но мы уже показывали прелесть гусеничных не в бешеной производительности а в том что она уверенно прет даже в глубоком плотном тяжелом снегу и работать комфортнее получается чем колесной машины но еще такой комментарий хотелось бы сделать получается вот две младшие модели самые простые недорогие уверен очень уверенно гребут в этом снегу вот прямо хорошо работают очень шустро остальные вот что понравилось это то что они все функции не в плане производительности а в плане опций так называемых автомобилях оснащены одинаково то есть у всех подогрев рукояток у всех удобная центральная регулировка всего что нужно и разница получается у них только вот условно говоря ширина мощности ширина захвата но и у старших моделей там появляются варианты колесная либо гусеничная трансмиссия в остальном все как бы это примерно одинаково то есть ассортимент вот здесь шесть машина реальных 9 это только в линейке стандарт но все с двигателями зон шин то есть если хотите двигатели других производителей брикс или honda то это премиальная линейка опять же подписывайтесь следите чтобы не пропустить скоро будет видео и про никто надеюсь было интересно и полезно спасибо за внимание пока